Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Валерий Бавшиновский. Сегодня мы поговорим о объектно-ориентированном программировании в Python и вообще в любом другом языке. Сначала я поясню для новичков такую вещь. Вот, смотрите, вот у нас человек. Проблемы, которые начинаются в объектно-ориентированном программировании, именно и вообще в языке программирования Python, и как следствие абсолютно в любом другом языке, начинаются именно с того, что человек пытается изучить язык. Язык, именно техническую часть. Это видео я пишу вообще для ребят школы. Сейчас, секундочку. Вот если вы посмотрите, да, я собираю записи, где хочу ответить на один вопрос. Как вы видите, записей много. Именно это единственный способ, это единственный способ, повторяю, эффективно человека научить писать. Так вот, не зря я вам сейчас покажу. Ну, есть много очень великолепных моментов. И ребята большие молодцы. Особенно в данном случае Сергей Асачи. Да, то есть он побежал вперед. Мы не так давно изучили функции. Так вот. Но у нас было задание про зоопарк. Он писал его на функциях и уже сам начал писать на классах. И сразу же я увидел ошибку. То есть в данном случае код верный. И слава богу, половину понимания мы уже осилили. То есть я вижу, что он код пишет, исходя из задачи. Закончу для новичков и дальше поймете мою мысль. Итак, ребята, новички, не пугайтесь. Значит, когда вы приходите в школу, а школа находится на сайте spb-retout.ru, тут есть и Python с нуля. То есть когда вы изучили Python с нуля, дошли до функций, и я рекомендую всегда сразу переходить в группу и начать именно пройти курс. Другого способа нету. Почему этот способ эффективный? Вы меня поняли, новички? Теперь по сути, поехали по сути. Так вот, первая проблема, которая рождается у новичка и у любого человека, который начинает изучать языки, что он начинает читать книгу, да, то есть писать некий там код. Код. И пытается именно подстроиться под код. Слава богу, мы это здесь преодолели, именно в этом курсе. И я понимал, что когда человек вот читает Луца, где Луц тупо пишет о коде, по-другому не сделаешь. По сути дела, это знакомство. Здесь мы пошли другим языком. Мы начали изучать базовые вещи. И сейчас я поясню, из чего они состоят, почему именно так. То есть я вижу уже, что происходит правильно, а правильно происходит то, что идея, допустим, в данном случае у Сергея Осадчева, рождается именно в голове. Идея откуда? Как я говорил, я дал задание про зоопарк, мы там расписали животных, и работу зоопарка, это в коде. Дальше надо написать. Сначала он написал зоопарк на функциях, потом быстренько полез вперед в классы, хотя классы мы еще не начинали. И вот здесь, когда родилось, если мы понимаем, что сделать, то, что дает этот курс, чего я добиваюсь, что при изучении языка как кода проходит, смотрит человек год-два, и он не начинает писать, он пишет по примерам, но не думает. Я смотрю, что вот именно Осадчий, вот он пишет уже на двух языках. То есть, когда у него есть мысль, ему код служит просто, как это написать в коде для свою мысль, для интерпретатора. И это есть основа. Но почему я начал, значит, я разозлился даже немножко, хотя я не ругаю никогда. Сережа сбросил классы. Ну, если вы посмотрите, сейчас вы меня поймете. Я увидел, что сам по себе вроде код правильный, но вижу, что он отрывочный. И я сразу же задал наводящий вопрос именно для ребят школы. Давайте посмотрим, где этот вопрос. И я не зря его сказал. Так, он где-то здесь пока. И я на него не отвечу. Я... В чем эффективность системы? Ученик все делает сам. Я направляю. И другого метода нет, ребята. Другого метода нет. Вы можете читать книги. В книге не распишешь. В книге автор расписывает только свою методику. Да? То есть, как он понимает. И в контексте ничего не замечается. Я когда увидел вот эту ошибку у Сергея, о которой я говорю, и которой я хочу его подвести, я ему дал задание. Да? Говорю, посмотри вот этот код. Что здесь есть? То, что ты не делаешь. Дал посмотреть, из-за чего? Из-за того, что в коде всегда есть нечто такое. И вот я спросил, Сережа, ну, неважно, это киви. Неважно, изучал ты киви или нет. Я хочу, чтобы он мне рассказал о нескольких вещах. Если к этим вещам он придет через года 4, да? Ну, придет. С другой стороны, если заложить сейчас эти вещи, то через 4 года он будет очень далеко. Поэтому буду ждать от него ответа. А здесь именно есть то, что даст ему писать правильно. Ну, конечно же, мы вернулись и к другим вещам. Когда он прислал код, наконец-то мы побороли русские символы. Это мои были ошибки поначалу обучения, когда я обучал. Значит, сейчас, секунду. Есть такое понятие, понятие, как база. Например, это же я к другой. Это же я к другой уже. Так, где-то я ему давал задание. Ага. Ну, вот. Все-таки, если он хочет, то мы начали подбираться к классам, но немножко другим методом. Например, зачастую, видишь, проходит года два, и зачастую человек даже не знает, что такое сельф. Так вот, этот курс и решает. То есть, я вижу, что да, он написал. А интересно, сразу спрашиваю, а вот сельф, что это? Понимает ли это человек? Или просто читает? Или... Ведь это базовое понятие. По сути дела, это клей языка, да? Если его понимать, то это и есть именно чтение кода. И здесь не один цель, здесь много понятий. И именно эти базовые понятия мы изучаем. Для вас сейчас эта информация отрывочная. Но если вы, допустим, пройдете курс там для новичка, начнете делать задание, то для вас все сложится в общий пазл. И еще раз говорю, книги не работают для изучения языка. Что работает? Лучший способ работы это именно направление. Почему тогда это правильно работает? Потому что работает как надо. то есть по сути дела в данном случае Сергей решает задачу, которая дана, зоопарк. То есть писал ее на функциях. Значит, научился работать с функциями. Когда я вижу некий момент, я говорю, вот это поищи и почитай. Он ищет. Это сам. В книге бы он это прочитал, допустим, у Луца. Есть ли это? Есть. Много чего есть. Но у Луца это в контексте математических примеров. И для новичка это говорю то же самое, что прочитал и забыл, и даже не обратил внимания. Так вот, моя задача начать, то есть я обращаю внимание на те вещи, которые действительно нужны для того, чтобы программировать абсолютно на любом языке. И прошу тогда обучаемого. Я знаю, что по этим, сейчас вот этим наставлениям моим занимается очень много людей школы. Просто кто-то стесняется писать кто-то для себя. Просто более смелые люди делают это открыто. И это их же знания будут. Так вот, и мы начинаем добиваться. То есть, по сути дела, человек в данном случае не изучает язык как нечто стороннее. А сначала я добивался того, что язык это как раз таки продолжение наших мыслей, а не нечто там непонятное. Сначала идет мысль, и когда мы понимаем, что сделать, если мы, допустим, у нас есть два вольера, и мы хотим их описать, то нам язык нужен только потом в одном маленьком фрагменте. Что, а как записать в коде эти вольеры, и все. Но самое интересное, когда мы понимаем, что сделать, и понимаем, понимаем, что нам надо понять, как записать в коде эти два момента, и записываем, то у нас получается нормальное целостное понимание. Я надеюсь, идею уловили, да? И, допустим, чем различается этот курс от любой другой книги? Еще раз повторяю. В книге автор излагает, допустим, грубо говоря, как написать программу, да, там на Python, или как там изучить Python. Но вопрос в том, что это все дается в технических терминах, где упор делается на сам язык, а по сути дела сразу мы получаем, и я это наблюдал, ведь я ж много лет уже занимаюсь Python, у человека получается разрыв. В принципе, он понимает, что такое список, в принципе, он понимает, что такое словарь, в принципе, он по книге делал программу, но он не начал думать. Язык до сих пор для него как нечто стороннее, которое отлично от него. Так вот, именно вот это стиль обучения, который был найден совершенно случайно, где мы начали работать вокруг функции, функция сама по себе это мини-программа, и это королева, и это рабочая лошадка, и изучать и новые языки, и продвигаться в Python при помощи функций, то есть, грубо говоря, когда мы пишем функцию, то есть, программу, законченную какого-то фрагмента, то мы понимаем это. Так вот, чтобы убрать вот этот разрыв, я, вот именно при помощи этого метода, мы пошли именно от зоопарка, то есть, пошли от мышления человека, и тогда, в принципе, я увидел, что человек начал писать в течение уже пяти месяцев на двух языках, но быстренько-быстренько он полез в классы. Похвально, ребят, да понимаю, я в данном случае Сергея, хочется быстрей, но есть одно но, понимаете, одно, одно дело, одно дело, смотрите, где тут код, одно дело, сбросить код, у меня стал вопрос, у меня стал вопрос, а понимает ли Сергей, что делает, я знаю, что в данном случае он очень старается, но я, опять же, так как говорю, он полез сам вперед в эти классы, то я вижу подход программирования на классах он сейчас неправильный и я говорю, да, любой человек, в том числе и Сергей в данном случае придет к этому через четыре года, а зачем терять четыре года? Зачем? Значит, я говорю, стоп, 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 Сереж, а давай-ка рассмотрим, что такое сельф, и мы начали не с понимания классов, а с сельф, потому что в джанго это используется, в классах это используется, везде используется, и на самом деле, как я говорю, причем здесь сельф, а это клей языка, и все-таки он мне написал, но я вижу, не все написал, и я ему опять задал вопрос, а напиши-ка мне, что вот здесь происходит, потому что вот отсюда начинается, говорю, вот это понимание классов, не с самого сельф, сельф в этот частный случай, я просто прицепился к коду, который прислал Сергей, но сразу я увидел несколько ошибок, и понял, да, он пишет код, но он пишет код, но он не думает кодом, почему, потому что много проскочил, я сказал, я понимаю, ему хочется быстрее программировать, значит, что мы делаем, тормозим, сначала сельф, потом, вот то, что я Сергею рассказывал, а давайте я сейчас покажу, и каждый из вас поймет, и вы подумайте, я Сергею дал посмотреть код, и говорю, у тебя этого нету, ну вот представьте, у нас есть, ну, я не художник, поэтому автомобиль, в данном случае, что я сделал Сергей, в данном случае, Сергей написал код, грубо говоря, он поступил так, пойду крутить, не знаю что, лишь бы крутить, и пройдет год, пройдет два, и он будет думать, так, ну, вроде пишу, а сложное написать не могу, а использовать что-то не могу, это было у меня, поэтому рассказывать не надо, и именно поэтому и начался этот курс, да, а вот теперь представьте, здесь есть двигатель, пусть у нас будет вот этот двигатель, у двигателя есть коробка передач, ну, что есть коробка передач, знает абсолютно каждый человек, а у коробки передач есть стартер, стартер, так вот, с одной стороны, на примере машины можно очень легко объяснить, очень легко объяснить, вот это у нас будет красненькая коробка передач, а вот это будет, ну, не совсем похожий, но это будет стартер, так вот, если вы посмотрите на машину, то сейчас вы меня поймете, да, я нарисовал совсем не похоже, принципиально главное сейчас понимать, так вот, на самом деле, если взять стартер, да, то это стартовый момент, и по сути дела, это может быть, переводя на язык, интерпретатор, как в Python, или компилятор, как в том же Kotlin, C и так далее, в любом случае, ошибка Сергея была в чем, он начал писать уже класс, но я вижу, я вижу, что он не собрал машину, ведь прежде, чем собрать машину, надо хотя бы ее представлять, и вот этого в его коде я сейчас не увидел, поэтому я его и отправил, я понимаю, что мне надо подвезти, к этому, к этому, да, Сереж, вы меня слышите, мое домашнее задание, как дал, думайте, я вам даю подсказку, второй момент, представим себе человека, ему надо открутить стартер, в данном случае, в данном случае, что может произойти, и что должно произойти, если человеку надо открутить стартер, стартер, то ему, если работать вот этим методом, как мы работаем сейчас в школе, то он не должен даже в книгу смотреть, потому что, если бы он знал азы, то он точно знал бы, что стартер, если бы он изучал азы правильно, что стартер находится, на коробке передач прикручен, потому что он будет крутить маховик. Если человек идет в книгу, смотрит, где стартер, то есть, получается, что он не знает, что он на коробке передач находится, значит, он не знает азов, но ведь, обратите внимание, ведь стартер на любой машине находится на коробке передач, ну, будем говорить, прикручен к ней, он идет к маховику, не к самой коробке, но сам смысл, что человек должен просто открыть капот, посмотреть сверху, сбоку, снизу, ага, вот это, наверное, стартер, и тогда уточнить в книге, а как он выглядит, но где смотреть, он должен знать изначально. Вот с этого вся проблема, не знание азов, хотя, допустим, тот же автомобиль можно рассмотреть, как язык программирования, стартер у нас компилятор, коробка передач, это библиотеки, просто для машины она двигается, а здесь нечто передает, кузов, это хранилище, колесо крутится, и каждый узел, может быть, библиотекой, его просто надо описать. На самом деле, так все устроено. Так вот, суть этого курса, чтобы понимать азы для любых языков, и при этом язык был, как я говорил, продолжением, но никак, не кодом, потому что, как я писал ранее, когда человек просто изучает язык, списки, словари и так далее, и так далее, то он это изучил, да, посмотрел, грубо говоря, как только закрыл ноутбук или компьютер, он уже забыл, но он не может писать, почему, потому что он обращал внимание на техническую часть, в школе тоже есть техническая часть, для новичков, но она служит лишь для одного, чтобы новичка познакомить с языком. А вот этот курс, чтобы научить его писать уверенно, и смысл, что я вкладываю научить уверенно, научить на практике понимать, что язык сам по себе люди делали, любой, как продолжение мыслей, и по сути дела, есть ли, и это я вижу происходит в школе, то есть мы увидели код, где Сергей, вот это уже продолжение мысли, то есть он четко расписал мысли, должны быть животные в клетках, должен быть персонал, должен быть пульт поиска животных, автоматическая чистка клеток, расписание чистки клеток, то есть, да, мысли записал, но полез в классы побыстрее, а кучу азов, вот то, что я рассказывал про стартер, он пролетел, и получается, что в данном случае, если это не поправить, он к этому придет, но через года четыре, если это не поправить, то он не будет понимать, как писать сложный код, почему, потому что каждая, каждая строчка имеет две вещи, первая вещь, это то, что пишет Сергей, ну, например, это имя класса, вот тут он понапридумал своих name, да, name1, name2, но есть, кроме этого, и вещи, методы, init, self, то есть, те вещи, которые надо понимать, и вот, чем хороший этот курс, я говорю, это единственный метод научить языку, потому что я вижу код, и думаю, вот это спрошу, а вот это он пропустил, так можно человека направить, и, почему это работает, объяснил, что, в отличие от книги, если бы мы взяли книгу, да, то, то, в книге автор просто расписывает первое, второе, третье, свою идею, как писать, но, человек там не может понять для себя простые вещи, что язык, это продолжение мыслей, и автор на это тоже не может обратить внимание, потому что это был бы десятитомник, но, с другой стороны, когда начинается в школе работа вот так онлайн, и человек идет по заданиям, то эта вся проблема исправляется, по сути дела, что происходит, а происходит следующее, в данном случае, я просто даю задание Сергею, делаю другие ребята, но тогда Сергей использует весь интернет для решения конкретной задачи, и получается, он пропускает через себя как опыт, то есть, я сказал, что этот человек уже пишет на двух языках, но быстро перескочил КОП, так вот, Сергей, я вам дал подсказку, и вы теперь, так как вы проскочили вперед, то я вас попросил, вот, я вам сказал, Сергей, смотрите, вы очень торопитесь, я же не зря писал, что есть вещи, которые приходят через 3-4 года, сейчас вы просто пишете код, но у вас нет замысла архитектуры, чтобы понять, о чем я говорю, кстати, для других ребят школы, посмотрите, Киви, там неплохая архитектура, посмотрите, вот этот код, да, я дал ссылку, что от вас требуется, посмотрите код, и скажите, что вы увидели в плане архитектуры, вы Киви не изучали, так что совершенно не важно понимать его, если хотите писать, то сначала нужно понять, как вы будете писать, найти свой метод, но видите, поэтому посмотрите код и попытайтесь ответить, ведь, да, я вижу, он перескочил на классы, да, но на данном этапе, если заложить правильный метод, и он начнет его искать для себя, то через 3-4 года у него будет свой стиль, и он будет писать очень профессиональные программы, если это сейчас не заложить, ведь понимаете, почему я говорил про книгу, в книге автор просто показывает, он не может на это обратить внимание, потому что это был бы стотомник, я могу, потому что я вижу код, и он льется, как река, я вижу, вот тут не надо поворачивать, давайте назад, то есть надо повернуть, и назад вернуться, но если вложить вот этот момент сейчас, то он начнет использовать и искать свой, и он будет понимать свой код, ну, моя цель сейчас была просто рассказать об этих курсах, а для тех, кто начал с этого видео, переходите на spb-tut.ru, покупаете пожизненный доступ, если вы с нуля, то у вас там есть будет доступ к Python с нуля, изучаете Django, изучаете другие библиотеки, но все же я рекомендую перейти в эту рубрику, как только дошли до функций, и начать работать, не бойтесь писать сюда, но главное, что, допустим, не смотрите задания уже проделанные, есть вопрос, делайте, потом смотрите, задавайте вопросы, ребят, чем больше вы это будете делать, вы будете реально писать, я сказал, что здесь, я уже вижу временной промежуток, 4 месяца человек начал писать на двух языках, пусть еще не совсем уверенно, но он пишет, он пишет свой код, ребята, он уже на классах полез, ну, правда, торопится, но вопрос в том, это работает, а у меня есть понимание, что дать человеку, и этих вещей, теперь я хочу, я хочу, на последнем остановиться, какой замысел, и в чем моя цель, а вот моя цель, вот именно про это стартер, который я рассказывал, стартер и коробка передач, есть в каждом автомобиле, это то же самое, что компилятор, либо интерпретатор, это есть в каждом языке, и что вставляет язык, то есть, в принципе, везде одинаковый, поэтому если правильно изучить основы, то вот эта полоса, где человек изучил код, разрыв, он убирается напрочь, почему? Потому что мы здесь сразу учим язык через личный опыт, я в данном случае направляю, в школе есть курс для новичков, где он уже техническую часть прошел, а вот здесь мы конкретно уже пишем, и при этом не разделяя язык с собой, не язык сам себе, а я хочу, допустим, описать два вольера, и у меня должен только стоять вопрос, как это выполнить в коде, но когда я понимаю, как это сделать, я начинаю знать, у меня появляется знание, и больше у меня нет вопроса, а как же научиться писать на языке, естественным образом заниматься, ну, ссылки на школу в описании видео, спасибо.